Всем привет! Это Мотопанорама, а это Мотогуци V85 TT. Похож на утенка, правда, джентльмены? Ну, давайте, поехали. Времени, как обычно, у нас мало. Высокий. Так, ключик. Ничего себе. Прямо весь дрожит. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас заправим его. Где у него подножка? Ну что, заправили. Давайте поедем. Для того, чтобы перейти ногу, нужно прямо очень высоко ее поднимать. Так. О! Заводится неохотно. Что-то первое не включается. Включилось. О-хо-хо. Интересный какой агрегат. Весь дрожит. А весь дрожит так. Где тут поворотники-то у него. О! Слушайте, довольно удобно. Где он показывает скорость. Посмотрите, какая у него. А, вот она. Вижу. Голубенькая. Передачку показывает. Вот такая у него панель. Панель интересная. Но, посмотрите, она, во-первых, немножко маловато. А, во-вторых, как-то она выглядит не в унисон с этим мотоциклом. Вам не кажется? Может быть, сюда циферблат бы поставить? А лучше два. Ну, такое первое впечатление. Ладно. Это мы его обойдем, наверное, и там поговорим с вами об этом. А пока, что касается посадки. Посадка очень-очень-очень комфортабельная. Посмотрите, какая прекрасная посадка. Руки лежат на руле очень хорошо. Руль широкий. Не знаю, какой он ширины, длины. Это рулевая планка, как она называется. Так, третья передачка. Вот, но... Сидеть очень удобно. Просто очень удобно. Сидишь достаточно высоко. Обзор очень хороший. Вид на все эти прибамбасы отсюда тоже открывается довольно симпатичный. За исключением, может быть, стиля. Ну, черт с ним со стилем. Так-то здесь все. Посмотрите, все так это довольно неплохо. Мотоцикл весь дрожит. Ну как? Нельзя сказать, что прямо уж такая вибрация. Но вибрация есть. Так, надо как-то проехать тут мимо. Вибрация есть и какой-то интересный звук. От стекла, что ли, идет этот звук. Не понимаю пока. Так, третья передачка. Сколько у нас тут? 5000 оборотов. Что-то много. Какое сцепление хорошее у него. Рычаг сцепления очень-очень нежный. Такой. Немножко далеко отодвинуть для меня. Надо его переставить. Четвертая передачка. 4000. Интересно. Давайте поставим пятую. Здесь какой-то интересный ручка газа. Здесь надо делать овергрипп. То есть, дальше немножко руку продевать, да. Чтобы им поудобнее было управлять. Ну как он неплохо, в принципе, разгоняется. Ну, слушайте, самое-самое первое впечатление. Такое очень-очень неплохое. Очень хорошее. Так, мне надо где-то остановиться. Что-то мне очень же холодно. 6 градусов у нас сегодня. Такой пронизывающий ветер. Надо включить свой жилет. Ха-ха. Опять-таки, если пойдет от меня дым, джентльмены, то знайте, это все от жилетов с подогревом. Как он бежит-то хорошо. Посмотрите, как он прекрасно в повороты входит. П hocам. Смотрите, как он нашел. Ребят. Более. Спphony. Да. Более. Гол Çов. Теперь в таблице. Можем этот прямой пудр. На улице. Голос. Только тоже. Может быть даже и не обER. На улице. Сидение кажется очень мягким Ну, не то, что оно мягкое Оно просто очень комфортабельное Сидение прекрасное И ноги обнимают бак очень хорошо Потому что в месте, где у вас колени Тут очень узко И очень-очень удобно держаться за бак Прекрасно просто Так, у нас сейчас Вообще он не показывает, какая передача Смотрите, не показывает Вот четвертая, нет, четвертая он не тянет на 20 милях Не хватает ему Третья, ну третья более-менее что-то тянет Вот, 2000 оборотов 2000 оборотов Ну, то есть он на 2000 где-то там Не дергается У него 3750 оборотов Матагуччи говорит У него 90% его крутящего момента Поэтому, да Вот где-то смотрите 3000 оборотов Он уже так хорошо бежит И все у него нормально Но до 2000 он будет немножко подергиваться Поэтому приходится перебрасывать передачки вниз Вот посмотрите на указатель передачи Я, насколько понимаю, нахожусь на первой передаче Но он ее Когда же он ее показывает? Когда сцепление, что ли, отпускаешь? Да, посмотрите Вот оно в чем дело Вот, для того, чтобы переключиться Мы выжимаем сцепление Переключаем передачку Он ничего не показывает Только когда отпускаем сцепление Он показывает вам передачку Интересно как Это неудобно, джентльмены Все остальное время Он вам показывает Вот этот минус, да? Я обычно не смотрю эти все обзоры на мотоциклы Как говорится, Чукча не читатель Чукча писатель Вот, а в этот раз Буквально пару дней назад Зная, что поеду на этом мотоцикле Я случайно, ну, на выдаче В ютубе наткнулся на обзор Девушка делала обзор Вот этого мотоцикла Вот, я думал О, как хорошо Надо посмотреть И начал смотреть Но что-то меня отвлекло И, в общем Короче, я потом забыл Его досмотреть Но один момент Вот, который я видел Да, вот, когда я коротко посмотрел Я запомнил Что она жаловалась Что там, типа Мотоцикл Подъезжаешь Если я правильно помню Подъезжаешь к светофору Вот, переключаешься на нейтралку А потом двигатель глохнет Потому что там, типа Мотоцикл сам перешел На первую передачку Ну, не знаю Мотоциклы сами Не переходят ни на какие передачки Если вы их не переключите А дело здесь Смотрите, вот в чем Сейчас вот мы в горочку Эту будем подниматься Вот И здесь посмотрим Вот я переключаюсь вниз На третью Смотрите Только когда я отпускаю сцепление Появляется эта передачка Очень легко запутаться Вот А все остальное Горит минус И этот минус Он и может показаться Что это, типа Как его называется Нейтралка Просто у него задержка В показе Передач Вот в чем дело Интересно Ну, это, конечно, недостаток Давайте его запишем В недостатке Спасибо за субтитры Он показывает Даже какая максимальная Скорость На той или иной Передаче Посмотрите Интересно Это, пожалуй, уже И излишнее Вот здесь мы Остановимся И Включим мой жилет А то, блин, я тут дам дуба Чувствую А почему загорелся Этот самый Бензин Если у меня Если я только что набрал Только что взял Четыре с половиной литра бензина И, смотрите Опять уже горит Этот самый Бензин Наверное, что-то он врет Здесь, думаем Вот, сейчас я на первой передачке Да, стоит у меня Видите Показывает минус Хотя я на первой передаче Если я отпущу сейчас сцепление Он заглохнет Вот, для того, чтобы на нейтралку поставить Нужно поставить вверх Вот что путает Да, он не показывает первую передачу Вот он показывает вам минус А я стою на первой Раз Переключаюсь на нейтралку Так, как на переключиться Вот И сейчас он на нейтралке Ну, давайте заведем его Еще раз Вот, он слегка вправо идет При заводке Вот, как-то неуверенно Включается первая передачка Так, еще Сюда нам выезжать нельзя Вот, слегка вправо идет Но, как хорошо разворачивается Это, мама дорогая Но, совсем не настолько сильно Как, скажем там БМВ Эрнанти Что меня беспокоит Что горит этот указатель бензина Ну, мы же набрали его Он подергивается Слушайте Вот так вот На второй передачке Когда отпускаешь газ Он довольно сильно подергивается Ему нужно Обороты Как бы держать А куда я поехал Не туда поехал Не та дорога Нужно развернуться То заедем Хлец знает куда Ну, пока мы тут едем Ищем, где развернуться Можно было и здесь У мотоцикла две версии Одна, значит, одноцветная версия В одном цвете Более дешевая И более дорогая Вот эта версия На которой мы сейчас едем Вот Из разницы между ними Честно говоря Даже и не знаю Знаю точно Что на них разные Ставят колеса А вот здесь Мы можем развернуться Вот На этой версии У меня стоит Мишлан А на Более дешевой версии Там стоит Мецеллер Мецеллер Есть легка Хорошо он разворачивается Просто Немножко я не уверена Не привык к нему Вот Мецеллер стоит То есть Такая резина Насколько знаю Ее хвалят В общем Те, кто Ездил на этом мотоцикле Они предпочитают Ее в основном Как туринговую резину А на Мишлан Он больше Как бы для Того, чтобы погонять Вот Насколько можно на нем гонять Ну У него, конечно Есть потенциал Чего тут говорить Вот смотрите Как бы неплохо Совсем Он вот так Где-то начиная От 4000 Очень хорошо Вот на третьей передачке У меня ускоряется Давайте я найду Выезд С этой дороги Вот А Мецеллер Да, вообще Хорошая резина Это, кстати Пирели Если вы Не в курсе О, смотрите Погас Наконец Этот Как его называется Бензиновая Эта лампа Погасла У него Пик Крутящего Момента Я точно Не помню Надо посмотреть Мы на осмотре Посмотрим Там, что у меня Записано Я вам скажу По-моему Около 6000 Вот Но, как я уже говорил Но На 3 750 Он уже Дает 90% Вот Третья передачка Четвертая Вот В принципе Он Легальную скорость Здесь Там 60 Идет 4000 Оборотов На Пятой Передаче Давайте Я включу Шестую Чтобы Сразу Посмотреть Вот Шестая Передачка Чуть Больше Да 3500 Оборотов Для Того Чтобы Ускориться 60 Миль Ну что ж Он ускоряется Нельзя сказать Что он Мне кажется Мой Бандит Получше Ускоряется У меня У бандитов 100% На 3 750 Оборотов Но Этот Как бы Ну нет Такого Что Прямо Руки Вырывало Но Ну хорошо Ускоряется Да Смотрите То есть Давайте Если Попробовать Ладно Давайте Я попробую Чтобы Спидометр Пока Было Не Видно Вот Сейчас Пятая Передачка А вот Четвертая Ну В общем Что Можно Скоряется Нормально Так Линейно Нельзя Сказать Никаких Спортивных Задатков На мой Взгляд У него Нет Вот Ну может Кто-то Может Из него Выжать Там Я не знаю Что-нибудь Ну так Вот У меня Не создалось Такое впечатление Что он Такой Знаете Там Резвый Ну в принципе Для жизни Как бы Хватает А если На нем Ездить далеко То Что вам В принципе Эти ускорения Встал На автостраду Дошуруйся Потихоньку Вот В принципе Довольно Неплохая Ветрозащита У него Ноги Хорошо Защищены Там Не знаю Эти что-ли Защищают Клин Цилиндры Или Это Вот Эти Крылья У него У него У него У него И нету Этих Фэрингс Как Называется Ветрозащиты До этой Вот Но ногами Ничего Не чувствую В шлем Немножко Воздух Попадает Но я бы не сказал Что что-то там Такое Плохое Нет Все нормально Мне кажется Это стекло Неплохое Кстати Можно купить За дополнительные Как дополнительную опцию Можно взять Более высокое стекло Да Вот Ну Вот Где-то Скажем так На 70 Там Милях Да Чувствуешь Уже Вот На 70 Миль Здесь ехать Нельзя А это Стекло Оно Регулируемое У него две позиции Одна позиция Оно Поставлено И вторая позиция Оно Снято Вот такое стекло Интересное Посмотрите Джентльмены Ну кстати Мне нравится Как вообще Мотоцикл Выглядит Вот здесь Все довольно Неплохо Вот Звук Звук Я тут Время Не особо Слышу Послушаем На осмотре В основном Слышу Ветер Вот Вибрации На зеркалах Ну Практически Нет Ну небольшая Небольшие Вибрации На зеркалах Когда скорость Повыше Вот А так Да Чувствую Немножечко На подножках Немножечко На баке Я привык К этим вибрациям У меня На монстре Они есть С моей точки зрения Как бы Все Совсем даже И неплохо Ну Без лишней Нету Вибрации Немножко Ведет его Вправо При заводке Но Об этом Мы уже Как бы Говорили Вот Что касается Ну встать Если на нем Вот встать Можно встать Это довольно комфортно Очень хорошо Вставать на нем В этом плане Это прекрасно То есть Можно встать Размять ноги Если подустали Ну а те Кто ездит Там по сильно Пересеченной местности То они уж там Сами разберутся Без меня Опять загорелась Эта вот Бензиновая лампа Обзор зеркала Такой Ну средний Может даже Немножко ниже среднего Потому что Они небольшие Мне не очень нравится Их дизайн Они такие Обыкновенные А между Между прочим Начали немножко Подрагивать Вот дорога похуже Они дрожат Ну наверное Любые будут дрожать На плохой дороге Вот Посмотрите Тут что есть Тут оказывается Есть Это же этот Порт USB порт Прямо сюда выведен Вот это вот Хорошая вещь Посмотрите Как удачно Сюда поставлен То есть Можно телефон поставить И заряжать его Так Тормоз Такой интересный У него Вибрация Да Вот когда На шестой передачке Я сейчас не стал Переключаться На низкой скорости Интересные вибрации Такой какой-то Мягкий звук Интересный Не знаю Как это выразить Но Так это Интересно Интересно Необычно Скажем так Что-то необычное В этом есть Сзади меня машина едет Хочу попробовать Тормоза Надо ее Как-то пропустить И Попробовать Нам тормоза В повороты На нем Да Будет хорошо Входить Это я уже Говорил Так это все Удобно Я думаю Что у него Я не наклоняю его Потому что у нас Сегодня У нас уже начали Немножко подсыпать Соль И у нас может быть Довольно скользко Поэтому я Просто Бодишифтинг Это делаю И стараюсь Оставить его Вертикально Но я думаю Что У него Подножечки Так судя по виду Наверное Они будут Довольно Рано задевать Сравнительно Рано Скажем так Сравнительно Рано Какое переключение Передачи Из-за того Что вот это Смотрите Не показывает На какой передаче Вот я думаю Я на 3 Да На 3 Я и был Подергивается Она подергивается Мы сейчас Находимся В режиме Роуд Здесь 3 режима Роуд Офроуд И Рейн Ну Мне нет смысла Переходить на Офроуд Отключать И бесс На заднем колесе Мы по плохой дороге Не поедем Вот Рейн Тоже Наверное Ну что Время терять Но будет Похуже Отклик На ручку Газа А так то Чего Вот С полторы Меньше Двух тысяч Он начинает Подергиваться Меньше Двух тысяч Он начинает Подергиваться Поэтому Нужно Ему Немножко Оборот Это Давать Вот Указатель Передачки Включается Только Когда Отпускаешь Сцепление Да Вот Три режима Переключаются Они Блин Дайте Проехать От грузовик Посмотреть Где они Переключаются Переключаются Вот Этой Кнопкой Той же Кнопкой Что и Заводите Вот Этой Кнопкой Она Переключается Но Мы Не будем Переключать Не Вижу Большого Смысла Честно Говоря Этой 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok